В Твери продолжаются проверки по соблюдению противоэпидемиологических мер. В этот раз сотрудники Министерства контрольных функций отправились в крупный торговый комплекс в центре города. Об итогах рейда в сюжете нашего корреспондента. Подобные контрольные рейды проходят несколько раз в неделю. В крупном сетевом магазине, в который пришли сотрудники ведомства с проверкой, готовы противостоять коронавирусу. Дезинфекторы на входе, запас масок для персонала и посетителей. Как и разметка на полу, всё в наличии. Мы всегда на кассах предупреждаем своих покупателей. Кассы не обслуживаются, правильно? Да, да. Просто я заметила несколько колец, которые ходят в предамы. На кассах мы не обслуживаем покупателей без масок. Да, да. Это распоряжение как бы встало. То есть это требование у вас убеждает? Да, конечно. Директор магазина рассказывает, что за время пандемии сотрудники привыкли к подобному режиму работы. Ношение масок, постоянная термометрия и дезинфекция поверхностей. С самого утра приходят у нас уборщицы, которые протирают и кассовый аппарат, и тележки всегда, ручки мы протираем. И в течение дня, согласно графику, тоже мы всё убираем. У нас есть здесь растворы, здесь средства. Все мы в полном объёме обеспечены. У меня сотрудники всегда все в масках, в перчатках заприложены. По итогам проверки этой торговой точки нарушений представители Министерства контрольных функций не зафиксировали. Подобные рейды в магазинах, местах общественного питания, на транспорте и других местах массового скопления людей проводятся регулярно. Проверки проходят не только в Твери, но и в районах Тверской области. Проверки проводились и в том году. Нарушения выявлялись ранее, но они были незначительные и устранялись в ходе даже проведения проверки. То есть добавлялись средства-дезинфекторы, обновлялась разметка по соблюдению социальной дистанции. То есть все вроде в целом относятся ответственно к этому. Если всё-таки по итогам рейда выявляются нарушения, то составляется протокол, который направляют в суд. И затем назначается административный штраф. К слову, одно из наиболее распространённых нарушений среди посетителей торговых точек – это несоблюдение масочного режима.